Диктатор. Жёсткий и бескомпромиссный. Он хозяин Чечни. Рамзан здесь решает, кому жить, а кому умирать. Кто достойно, кто нет. У меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Это он выбивает бюджеты для региона, хотя некоторые называют это просто данью. Только по одному его желанию Россия, а точнее Кремль, может простить огромный долг за газ, чего другим регионам даже не снилось. Суд постановил списать жителей Чечни долги за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Подобный иск подала прокуратура, которая посчитала, что компания «Газпром Межрегионгаз Грозный» должна была списать задолженность как безнадёжную. Но компания этого не сделала, и прокуратура подала в суд. А суд выдал постановление долги населения списать, мотивируя это тем, что лишний раз не надо подогревать настроение недовольных. Невиданное щедрости понимания. И это потрясающее заявление. То есть в Чечне, опасаясь протестных выступлений, просто списали долги на 9 миллиардов рублей. А в других регионах так будут делать? Вопрос резонный, но риторический. Плата за то, чтобы не было войны. Плата Кадыру. Вот такой местный царёк, которому платят дань, за то, чтобы он сохранял порядок в Чечне. В Саратове решили пойти по пути Грозного и направили запрос в прокуратуру области, а также внесли вопрос долга на рассмотрение областного ЗАГС-собрания. Саратовская область занимает четвёртое место в России по долгам, что говорит о крайней социальной напряжённости и потенциальной высокой протестной активности жителей региона, связанной с этой проблемой. Не отстали от своих коллег и в Смоленске. Местные депутаты опубликовали обращение к прокурору Смоленской области и попросили его обратиться с аналогичным иском в защиту жителей Смоленской области. У нас по Конституции все граждане и все регионы равны между собой, да и единство правоприменительной практики никто не отменял. Вот и проверим на деле эти конституционные принципы. Но в обоих случаях поступило решение отказать. Из чего напрашивается простой вывод. Не равня Смоленская и Саратовская области Великой Чечне. Хорошо голосовать. Кто за? Спасибо. Решение не принято. Ну на самом деле я думаю, что это такая очередная подачка, очередной такой колым для гордого горного князя, который просто делает кровавые мокрушные дела для Путина. Решение чеченского суда наверняка войдёт в историю. Подобных прецедентов в РФ ещё не было. Но если уж власти решили действовать так, то пусть откажутся от избирательности и станут Робин Гудами для всей страны. Но естественно Кадыров на этом не останавливается. Так в своём недавнем интервью федеральному каналу лидер Чечни заявил. Если нам по программе необходимые средства выделили бы, то мы сделали бы больше. И ещё, может сказать, не мешали бы даже. То есть правильно ли мы поняли? Не мешайте тратить деньги Рамзану так, как он хочет? Подарки от Рамзана Кадырова. Смартфоны iPhone X. Я вот маленький был. Из-за него я полюбил футбол. У нас с братом будет спарринг. Героя России Рамзану Ахмадовичу Кадырову. Ахмад звучит в ушах наваг. Ахмад сканирует наваг. Ахмад! Сила! Аллаху Рамзану! В 2018 году правительство России сократило федеральную целевую программу в республике, выделив 75 миллиардов рублей вместо прошлогодних 130. Это, конечно же, Рамзана за дело. Как нам строить экономику? А как нам выполнить свои социальные обязательства? Как нам выполнить указы президента? На что только не идёт Кадыров, чтобы получить дотации. И парады в честь Путина устраивает, и о мире в Чечне заботится. И о росте рождаемости в республике отчитывается. Как говорится, ради выгоды все средства хороши. Я очень был жадным, считаю. Стоит напомнить, что 80% бюджета Чечни составляют дотации с федерального центра. Без них Рамзану никак. Российские оппозиционные политики считают, что значительная часть этих средств уходит на сладкую жизнь хозяина республики. Вкус жизни мы понимаем. Конечно, я самый богатый человек. Более богаче, чем я, но только один Путин был. И когда его спрашивают о дотациях, мол, откуда деньги? Вы никогда не услышите прямого ответа. Только искусную заготовку. Он своим нукером платит, своему окружению. А все остальные живут, что называется, по остаточному принципу. А дальше уже начинаются внутренние проблемы Чечни, которые все чаще прорываются наружу. И несмотря на то, что Кадыров держит всех в ежовых рукавицах, находятся смельчаки, которые готовы показать, как все есть на самом деле в Грозном или других городах Чечни. Путин уже жаловались неоднократно жители чеченских селений, что у них низкие зарплаты, не решаются социальные проблемы на местах. Покинуть родное село Кенхи ему пришлось после записи вот этого видео. Это был вполне будничный сухой отчет о жизни в высокогорном селе Шаройского района Чечни. Произвол чиновников, поборы, откаты, угрозы. При этом Кадыров строит небоскребы в Грозном, строит самую крупную мечеть, покупает дорогих футболистов. Если на его дороге к славе и деньгам кто-то стоит, он, не раздумываясь, несет и его, и его дом, не останавливаясь ни перед чем. На этом видео Магомед Даудов, спикер чеченского парламента, прилюдно отчитывает 59-летнего жителя города Аргун Абубакара Асмаева. Абубакар Асмаев – автор того самого видеоролика о сносе домов в Шали. Абубакар Асмаев выложил видео в интернете и поплатился за это. В течение месяца 59-летнего мужчину жестоко избивали и довели до инсульта. Я всегда мечтал помогать людям. О такой ли помощи мечтали семья Асмаева и другие жители центрального района Шали, которых выкинули из своих домов ради новой дороги к Кадыровским высоткам. Людям дали неделю до того, чтобы покинуть свои дома, взамен обещали построить новое жилье. Но вместо своих добротных домов в центре города, простые чеченцы получили наспех построенные дома на окраине. Это фальшивый ислам, это фальшивое православие. А в корне этих верований, конечно же, фигуры тех, кто стоит над всеми и старается взять больше ресурса. Ничего святого в этом не видно. Дома более ста семей сравнялись с землей. И хоть были сняты показательные сюжеты, показаны люди, которые сами экскаватором рушили свои дома, все местные знают, как было на самом деле. Но ради своей безопасности и своих родных они будут молчать, опустив головы. Мне приятно, что они боятся. Это нравы. Нравы средневековые, которые характерны для современной Чечни. И в России официальная власть просто на это закрывает глаза. Вообще в Чечне все, что можно Кадырову, можно и его ближайшему окружению. Родственникам, членам команды. Это такие негласные и неписанные правила. И о чести тут говорить не приходится. Хотя сам Рамзан очень любит этим спекулировать. У нас вообще написано, кодекс Кунаха чеченца там написано, каким должен быть чеченец. Мудрым, смелым, так скажем, решительным, щедрость, отзывчивость. Наверное, именно такой чеченец и стал виновником аварии, в результате которой погибла целая семья. Трехлетняя девочка, ее мать, которая на тот момент была еще и беременна, отец этой семьи, который находился в тяжелом состоянии, он тоже скончался в больнице. Участником ДТП стал двоюродный брат Кадырова Турпал Али Ибрагимов по совместительству глава Шалинского района. Ибрагимов по кличке Быстрый находился за рулем Мерседеса, на котором он на бешеной скорости влетел в Жигули. Ну а далее все разворачивалось чисто по чеченским законам. Охрана Кадырова, видео и фото происходящего изъяло. В новостях об инциденте ни слова. Открыв последние новости, я вижу здесь, Майлистери выпускает новое обновление, в Чечне планируют проводить сборы по академической гребле, продолжается изучение истории чеченцев, фонд имени Заида, бла-бла-бла-бла-бла, и ни слова об этом ДТП. А в МВД Чечни заявили, что за рулем находился не Ибрагимов, а уже его двоюродный брат. В общем, круговая семейная порука. Кадыров сделал выбор в пользу того, чтобы не наказывать своих родственников, а выгородить их, придумав какого-то козла отпущения, который загрузится, как говорят, в криминальном мире. Но интересный факт. В день похорон водителя Жигулей в доме Ибрагимова, виновника смертельного ДТП, были открыты ворота. Так на Кавказе делают в знак траура. А позже родственники погибшей семьи обратились к Рамзану с просьбой помиловать и не наказывать своего двоюродного брата. Мы просим тебя простить, Турпал Али, прости и не увольняй его. Он очень хорошо справляется, мы его очень любим. Чечня фактически стала независимым государством в Чечне, где правит по собственному усмотрению и в таком средневековом почти стиле Рамзан Кадырова. А вот одно из недавних интервью Рамзана Кадырова. Что вы считаете самым сильным достижением за эти 11 лет? В первую очередь для населения было это безопасность. Безопасность? Рамзан Ахматович, а вы слова не перепутали? Ведь именно в Чечне все, кто, по вашему мнению, ведут себя неподобающе недостойной жизни. Их похищают, пытают и убивают. Все, что не вписывается в правила Кадырова, да, будет жестко подавляться. Даже, казалось бы, простой вопрос о наличии в стране представителей ЛГБТ-сообщества вводит его в крайне неприятное для собеседника состояние. Вот он сейчас, вот почему он приехал, пришел к тому, когда вопрос, это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Но пока глава Чечни лукавит на камеру, в республике началась новая волна преследования людей за их реальную или мнимую принадлежность к ЛГБТ. Вот история одного молодого человека, у которого совсем недавно пропал друг. Один родственник есть, вот, у которого я через знакомого. Мы узнавали, где что. Он сказал, что он пропал, то есть, что ему сказали, что он в тюрьме. По какой причине он в тюрьме не ответили, и увидеть они разрешают. Именно по причине своего бесправия и полного беззакония со стороны власти люди массово бегут из Чечни. Ужасные законы Чечни, которые неприемлемы в любом цивилизованном обществе. Когда вся власть и все денежные потоки замыкаются на одной семье, во главе которой чистолюбивый и жестокий человек, который, похоже, возомнил себя богом на этой земле. Каждый раз, смотря российские новости, возникает простая мысль. А вдруг за поребриком придумали новый вид соревнований и просто отрабатывают навыки по спортивному цинизму? 11 дней до весны, а Украина по-прежнему не поменяла свою позицию по отношению к Донбассу. И, скорее всего, не очень-то и собирается. И в этом нет никаких преувеличений. Взять хотя бы новости прошедшей недели, где пропагандисты в привычном для себя стиле промывали людям мозги в очередную годовщину подписания Минских соглашений. Западные партнеры Украины не заинтересованы в ее благополучии. Их главная цель – противостоять России. Кремлевские методички и на этот раз не отличались оригинальностью. Мол, в несоблюдении Минских соглашений виноваты все, кроме, собственно, боевиков их кремлевских боссов. В мире снова говорят о ситуации на Украине, о Донбассе и о том, что официальный Киев не выполняет Минские соглашения. Причем степень маразма была настолько высокой, что они вполне себе серьезно сначала удивлялись претензиям Запада к позиции России. Четыре года с момента заключения Минских договоренностей и четыре года санкций в отношении государства, которая вообще никак не прописана в документе. Посольство США на Украине обвинило Россию в том, что она не соблюдает Минские соглашения. США за все это время так и не выучили, кто является даже сторонами Минских соглашений. А потом сами же напоминали. Лично Путин был гарантом соблюдения Минских соглашений. Свою уверенность в необходимости переговоров выразил и один из гарантов Минска Владимир Путин. То есть нельзя одной рукой подписывать документы о мире, а другой годами поддерживать боевиков техникой и оружием. Все же понимают, что патроны, мины и снаряды у бандитов странным образом не заканчиваются уже пятый год. Это одна из артиллерийских позиций ополченцев под углегорском. Гаубицы Д-30-е, как видите, до сих пор не зачехлены. Они находятся в боевом положении. Орудия направлены в сторону Д-Бальцева. Однако сотый уровень цинизма, как нам кажется, был здесь. 11 февраля 2015 года лидеры стран Нормандской четверки встретились в столице Белоруссии. Это свежий сюжет телеканала «Оплот» как раз о годовщине Минских соглашений. Корреспондент за кадром из штанов выпрыгивает, рассказывая, как 11 февраля 2015-го едва ли не лично Путин организовал мирные переговоры. Мы работали в тех условиях, которые есть, и договорились, на мой взгляд, о многом. После этого якобы сразу начинается отвод тяжелого вооружения. С конца февраля начался отвод вооружения. Сначала тяжелой крупнокалиберной артиллерии, затем танков и минометов. А теперь, внимание, вопрос знатокам. О чем забыли рассказать пропагандисты? А мы подскажем. 11 февраля на встрече Нормандской четверки в Минске Путин тянул время. И чуть позже стало понятно, зачем. Он ждал информации о том, что все готово к штурму Дебальцева. И только после этого начал рассказывать сказки про мир. Мы все-таки призываем обе стороны проявлять сдержанность, сделать все для того, чтобы разведение войск, особой и главным образом тяжелой техники прошло без лишнего, никого не нужного кровопролития. Боевики при непосредственном участии российских военных начали штурм Дебальцева и Углегорска. Ну что, вы видели, как мы отработали? Я вам скажу, что так будет постоянно, каждый день. У них постоянно будет идти игра. То есть Путин ставил подпись, хорошо понимая, они не будут выполнять Минские соглашения ни сейчас, ни потом. Теперь вы понимаете, почему на совбезе ООН уже который год подряд обвиняют именно Россию? Россия созвала сегодняшнее заседание для обсуждения Минских соглашений и не может не вызвать этой иронии, поскольку именно Россия не выполняет Минские соглашения. Другими словами, должен быть предел цинизму. Нельзя подписывать документы, зная, что ты никогда не будешь выполнять обязательства. Нельзя сначала вопить о мире, а на следующий день уничтожать под ноль целые города. Сделать все для того, чтобы разведение войск, особой и главным образом тяжелой техники, прошло без лишнего, никого не нужного кровопролития. И сейчас рады ополчения бьют по позициям. Над Дебальцево реет флаг Новороссии. Около полудня ополченцы водрузили его на одной из городских вышек. А через 4 года давать сюжеты, в которых штурм Дебальцево не упоминается вообще. Сделать все для того, чтобы разведение войск, особой и главным образом тяжелой техники, прошло без лишнего, никого не нужного кровопролития. С конца февраля начался отвод вооружения. Сначала тяжелой крупнокалиберной артиллерии, затем танков и минометов. При этом следует отметить, что за ложь Путина, как российские военные, так и жители оккупированных территорий заплатили страшную цену. Кремлю необходимо было получить результат как можно скорее. Потому местных коллаборантов использовали исключительно как пушечное мясо, что подтверждали и сами боевики. Меня не устраивает в 21 веке подход к решению боевых задач как в 41-м году. На самом деле, потери как с одной стороны, так и с другой колоссальные. Большие потери были и среди регулярной российской армии. А то, что она там была, признал даже Сергей Марков. На секундочку, доверенное лицо Путина. Наши реально вошли туда. Наши реально. В январе 15-го года, вот это когда была Дебальцевская операция. Сразу после штурма Дебальцева и Углегорска во многих городах России при полном молчании федеральных телеканалов появились десятки свежих могил. С нашего подразделения множество ребят погибло. Командир нашего взвода погиб, командир танковой роты погиб. Вместе с тем именно Дебальцево, который при Украине был вполне успешным городом, где благодаря узловой станции всегда были деньги и работа, после путинской авантюры превратился в настоящий город-призрак. Подъезд разбитый, начинали ремонтные работы и так и бросили. И где оно подевалось, говорят, нету стройматериала, нету денег. Да-да, вы все правильно поняли. Прошло 4 года после того, как бандиты в течение недели с использованием САУ и Градов уничтожали Дебальцево под ноль. Так вот, с этого времени дома местных жителей так и не восстановили. И даже пропагандистские каналы признаются. Проблемы людей в ближайшем будущем так никто и не решит. Просто денег нет, а те, что были, разворовали. Во-первых, в таких условиях жить нельзя, это одно. Второе, значит, материалы, которые, вот как товарищ говорит, значит, все было разворовано и так далее, и так далее. Ну, как можно вот так довести до такого состояния? И это, кстати, лучший пример того, что из себя представляет русский мир и какую цену приходится платить за путинские авантюры. Да, он поставил подпись. Да, он соврал. Но жизнь самого Путина от этого не изменилась. А вот жители Дебальцево четвертый год подряд не вылезают из нищеты. При этом Россия вместо помощи кормит их пустыми обещаниями. Войну в Донбассе может остановить массовую выдачу российских паспортов жителям ДНР, ЛНР. Это был ровно 955-й раз, когда в Москве пообещали выдать российские паспорта жителям оккупированных территорий Украины. Скажем прямо, когда Москве было очень нужно, например, в Крыму, то Кремль выдал паспорта в течение одного месяца. В очереди к фотографам и паспортисткам в Крыму настоящий ажиотаж. Люди стремятся поскорее завершить все формальности и получить документы о российском гражданстве. В Донецке и Луганске это тема, на которой можно спекулировать годами. Ну хотя бы потому, что даже самые большие фанаты недореспублик успели понять, в серой зоне счастливой жизни не будет. И в России все это хорошо понимают. Поэтому, равно как и Путин в Минске, они дают обещания, которые не собираются выполнять. Жители Донбасса смогут стать гражданами России без смены жительства. Подобная практика имела место в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Жителям Донецкой и Луганской народных республик могут начать выдавать российские паспорта. О подготовке такой инициативы рассказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Шаргунов. И таких примеров мы можем привести еще очень много. Несчастные люди каждый раз все туже затягивают пояса. А пропагандисты в телевизоре продолжают играть на их чувствах и слепой вере. Вот только русский мир не рассчитан на осуществление мечты простых людей. Совсем другое дело придворные лизуны и ряженые медийные фрики. Какие вы ощущения испытываете, когда убивают? Ну, да, никакие. Вот и на прошлой неделе нельзя было без смеха смотреть на свадьбу ряженого снайпера Деки. Ну, это тот, которого, подобно Гиви с Моторолой, годами раскручивала кремлевская пропаганда. Граница, она очень маленькая между настоящим солдатом и между преступниками. Но вот же чудеса. Активно поддерживая недореспублики, сам сербский наемник жить с семьей в Донецке не захотел. Поэтому и свадьбу гулял совсем не в ДНРе, а в соседней России. То есть очередной прекрасный пример из серии «Других агитирую», а сам бегу из Донецка со скоростью Усейна Болта. При этом обратите внимание, сколько медалей успел получить этот вовсе не ряженый снайпер. Есть подозрение, что подавляющее большинство реальных ветеранов, которые дошли до Берлина, не имели столько наград. Как говорится, учитесь, салаги, как карьеру надо делать. И это еще один прекрасный пример того, чем на самом деле являются якобы народные недореспублики. Где с одной стороны ты якобы уважаешь ветеранов, а с другой обесцениваешь их подвиг, раздавая такие же награды ряженым клоунам. Где с одной стороны ты обвиняешь других в невыполнении Минских соглашений, а сам в это время сознательно вырезаешь из сюжета любые упоминания о штурме Дебальцева. Цинизм, глумление над историей и ложь. Это то, на чем держится путинский русский мир. Вопрос лишь в том, сколько еще и россияне, и жители оккупированных территорий, будут терпеть издевательства над собой. Предыдущий год для лидера Златоглавы и всея Руси выдался, ой, каким нелегким. Нет, не знаю. Казалось бы, Владимир Владимирович мог бы воспользоваться предсказаниями местных астрологов и отменить все встречи, которые не сулили ему ничего хорошего. Но нет, в предыдущем году он сделал все, чтобы потерять еще и тех, кто с трудом, но протягивал ему руку. Вот и все. Ну что здесь скажешь? Здесь возразить тебе нечего. Рукопожатие с Трампом, который по гороскопу-близнецей должен подходить Путину, весам, так и осталось простой формальностью. Российский президент пришел на церемонию групповой фотосъемки лидеров стран-участников саммита ОТЭС. В этот раз он проходит во Вьетнаме. Рукопожатие, во время которого Трамп подружески тепло похлопал по плечу Путина. Так во всех российских новостях опишут и покажут эту короткую и мамолетную встречу. На первом рабочем заседании саммита появился Дональд Трамп. Он сам подошел к Владимиру Путину и тепло поприветствовал. А после совещания лидеры нашли время для личной беседы. Российская и американская делегации остановились в коридоре. В Белом доме ответят «Оу-оу, спокойнее, слегка дотронулся до плеча». Ну, видите, даже в описании этого жеста нет согласия. Холодом веяло от их недолгих встреч, которые лидер США все чаще и вовсе отменял. В последнее время президент России находится в... Я бы не сказал, что в дипломатической изоляции, но, несомненно, все основные игроки западные, с которыми он любит общаться, потому что это действительно поднимает его престиж, общаются с ним крайне редко, по необходимости и по очень узкому кругу тем. Российские новости называли встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС одним из главных политических событий года. Центральным мероприятием саммита оказалась первая личная встреча лидеров России и США. Люди на всей планете очень ждали этого момента и болели за общий успех. С федеральных каналов в один голос ствердили – Трамп сам навязывает общение российскому президенту. Что происходит вокруг встречи с Трампом? Ну, слушайте, а почему вы ко мне-то обращаетесь? Ну, а кому нам обращают? Обращайтесь к американцам, потому что мы вообще на эту тему не говорим. Мы говорим, чтобы слышали желание президента Трампа встретиться с президентом Путиным, высказанное самим президентом Трампом. Что говорят остальные его там чинуши, я не знаю, я не могу за это отвечать, поэтому обращайтесь к американской стороне. По сути, инициатива-то изначально исходила от американской стороны. На что в Белом доме заверили – у президентов нет времени, они оба крайне заняты и встречи запланированной не была. Ну, о чем им говорить? О чем не начнут говорить? Все равно, в общем-то, договориться не удастся. Насколько я понимаю Трампа, он человек, который не любит неудачных встреч. Трамп не появился и на первой официальной встрече саммита глава ТЭС с лидерами ОСИАН. После совместного фото делегация отправилась на ужин. Путин выглядит растерянным. Трамп снова сидит далеко и покидает мероприятие раньше президента РФ. Так что разговора снова не получилось. Путин токсичен, в первую очередь для Трампа, потому что Трампа и так подозревают в связях с Россией. Его обвиняют, есть так называемое российское досье спецпрокурора Роберта Мюнера. Поэтому Трамп сам как бегает от Путина, как от Чумнова и всячески избегает любых контактов с ним. Да и вообще в ушедшем 18-м году было много неприятных катусов, которые не скрылись от объективов камер. Не соответствует действительности тоже точно. Так все на том же саммите. Путин единственный, кто надел специально сшитую для каждого лидера страны шелковую рубашку поверх своей верхней одежды. Эта деталь вызвала легкое удивление у вьетнамского лидера. Меня другое беспокоило. Динамить Путина в конце 18-го года это, наверное, было самым любимым делом Трампа. Так на саммите в Аргентине ожидалась большая двухчасовая встреча Путина и Трампа. Однако в четверг вечером Трамп в самолете объявил, что отложит встречу, пока не будет улажена ситуация в Керченском проливе. Вот это явное неуважение и даже пренебрежение. На саммите G20 Трамп демонстративно прошел мимо Путина, даже не обратив на него внимания. Фото обиженного президента РФ разлетелось по всему миру. Вообще это абсолютно неважно, я вам скажу честно. Поздоровались или не поздоровались. Неважно? Тогда почему после предыдущего рукопожатия президентов об этом безумно утвердили все подвластные Кремлю федеральные каналы? Я считаю, что это все-таки положительный результат. Вообще для Кремля и Путина лично предыдущий год стал явным провалом в международной дипломатии. Против этого трудно что-то возразить. Если тогда в Австралии на саммите G20, который проходил в 2014 году, с Путиным никто не сел за обеденный стол, и это казалось чем-то немыслимым, то сегодня его попросту игнорят везде. Прекратите! Путина не боятся, его наоборот не уважают. Его считают жуликом и хулиганом, просто которому в руки попало очень серьезное оружие в наследие. Наследие от Советского Союза, это ядерные комплексы. 13 ноября 2018 года. Эта дата должна стать черным днем в календаре российской дипломатии. Ведь нет ничего более постыдного, когда унижают лидера государства. Причем делают это красиво, демонстративно и публично. Путин первый начал играть роль такого матча, который нарушает все правила, который демонстрирует силу. Но сейчас это он получает бумерангом. На саммит Асян в Сингапуре Путин прибыл в привычной ему манере, с опозданием. Он был единственным лидером государства, который опоздал на встречу с королевой Великобритании Елизаветой Второй. Это невыпустимо. Уже давно никто из мировых политиков не питает иллюзий, что делает он это нарочно. Но ВВП сам не ожидал того, что подставил он в первую очередь себя и свою делегацию. Проблема не у нас. Проблема внутриамериканской политики. Вот в чем проблема. Российский бот приземлился почти с часовым опозданием. Но вместо пафосного приветствия российской делегации был устроен другой прием. Личному помощнику Путина по внешнеполитическим связям Юрию Ушакову Сингапурская служба безопасности устроила досмотр прямо в автобусе. То есть если нельзя публично человека выискивать, ты здесь как бы нежелательный гость, мы тебя здесь видеть не хотим. Вот пускаются вход такие шпильки, то есть унизить, провести личный обыск. И это при том, что лиц с дипломатическими паспортами вообще обыскивать не принято. И для этого требуются очень веские основания. Это целенаправленная политика, то есть для того, чтобы показать человеку, что он является нежелательным, потому что его здесь не хотят видеть. Зная, что это будет максимально уязвлять его самолюбие. Но на этом испытания, а точнее воспитания русской делегации только начались. После того, как кортеж лидера РФ прибыл с часовым опозданием на встречу с премьер-министром Сингапура, Путину сообщили, что его уже никто не ждет. Ли Сианглун просто отменил встречу с российским президентом, она перенеслась на целый день. Это, безусловно, первый прецедент. Фактически это отражение того факта, что с Владимиром Путиным уже не о чем особенно говорить, нет повестки. Российские дипломаты и тут не нашли ничего лучше и вместо извинений сообщили, что у Путина были важные встречи в Москве. Такое оскорбление сингапурской стороны снова, по-видимому, дало свои результаты. И дальше случилось то, что журналисты всего мира прозвали сингапурским унижением Путина. Президента России попросили пройти через рамку в Сингапуре, и она прозвенела. Это произошло в торгово-выставочном центре СанТЭК, где шел саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. ВВП превращается в обычного человека, которого пропускают через металлоискатель. На это фото и видео можно смотреть вечно. Стоит ли упомянуть, что из всех лидеров, которые прибыли на саммит, только Путин был удостоен подобной экзекуции? Я хочу сказать, что вообще визит в Сингапур на саммит Ассиан-Россия был весьма скандальный. Признать эту ошибку не хочется. Не хочется говорить, что это мы такие, значит, ну, извините, чего-то не догнали, чего-то не продумали. Более того, после прохода главнокомандующего металлоискатель запищал, но обошлось без досмотра. Как говорят в России, пронесло, отпустили. Вопрос в том, какой звон раздался. Я думал, что это был колокольный звон, это был малиновый звон. Обычно такой процедуры нет. Для глав государства отодвигают стоечку, они просто проходят. Путин запищал. Для всей общественности было видно, что они просто так его проверяли, и от него будут ожидать опасности. Дальше лучше. На встречу Путина и министра Сингапура не пустили ни Лаврова, ни Пескова. Они в недоумении топтались перед закрытыми дверями, не понимая, что происходит. Но одно дело, когда мнутся и ожидают перед дверью министра и пресс-секретари, а другое дело, когда в подвешенном положении находится сам президент. Такое уже когда-то проделывал с Путиным Эрдоган. Владимир Владимирович стоял как школьник в ожидании учителя. А что, не все же только Путину опаздывать. В Париже, например, для общего фото под дождем его ждали все мировые лидеры. Российский президент неспешно появился, как будто ничего не случилось. И потом пусть не удивляется, что с ним поступают точно так же. Ну, я не хочу дать никаких комментариев. Вообще иногда создается впечатление, что бывшему КГБшнику Путину вообще стоит избегать дипломатических раутов, конференций и саммитов. Ведь что не выступление, то анекдот. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Меркель точно хотела бы в этот момент сидеть где-то в другом месте. Но уж точно не с этим дворовым юмористом. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Хотя, наверное, сам Путин ничего плохого и похабного в своем поведении не видит. То букетик свадебной супруге Макрона подарит, то на жену китайского лидера пледик накинет. Что крайне неуместно на встречах такого уровня. Мачизм так и лезет изо всех дыр. Но, как говорится, незнание дипломатического этикета не освобождает от ответственности. Хотя о каких манерах русских дипломатов можно говорить, если иногда их поведение напоминает гоп-стоп в подворотне? Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? В общем, 18-й год стал переломным в мировой дипломатии. С Кремлем и лично Владимиром Владимировичем заговорили на его же языке. Оказывается, все его знали, но культура и воспитание не позволяли опускаться до этого уровня. Вы знаете, споры всегда есть. Но вообще-то неприлично. Мне так кажется. Но та жестокость и агрессивность, с которой Путин ведет внешнюю политику, заставила мировое общество заговорить на понятном ему языке. Силы и принуждения. Так что хоть к астрологу не ходи, 19-й год не сулит Путину весам ничего хорошего. То, что на дворе 21-й век, общеизвестный факт. Но, глядя на жизнь простых граждан России, невольно закрадывается мысль, что там время остановилось в каком-то средневековье. Силы ищут удобный момент искупаться. В доме у нас воды горячей и отопление. Так что они купаются у нас. Потому что ездили здесь каждый день. И отопливаются дом снаружи. Судите сами. По данным Росстата, почти каждая четвертая российская семья, это почти 35 миллионов человек, живет в квартире или деревянном домике без туалета. Если вы вдруг подумали, что мы говорим только о сибирской глубинке, вот вам привет из подмосковной Балашихи. Вот, пожалуйста, бедра, на которые ходят в туалет. Вот сюда вот выливаем все то, что сходили в туалет. Раньше на этом месте стоял деревянный туалет. Им пользовались все жители многоквартирного дома. Десятки лет. Но пришла его пора, рухнул. Жители дома по старой памяти выливают нечистоты в оставшуюся от туалета яму. Вот глубина ямы. Тут взрослому человеку упадет тяжело выбраться. А что говорить про ребенка? Дом строили в 30-е, как временное жилье. Поэтому ни канализации, ни воды стирают по старинке, уколонки. И это всего в нескольких десятках километров от Москвы, где Игорь Сечин, госслужащий, по совместительству, один из ближайших друзей Путина купил себе недавно, внимание, пятиэтажную квартиру стоимостью 2 миллиарда рублей. Пятиуровневая квартира в Москве, в самом центре столицы, с бассейном, хамамом, домашним кинотеатром и винной комнатой. Интересно, а туалетов сколько в этих поистине царских хоромах? А вот для закрепления масштабов роскоши посмотрите на участок Сечина в Барвихе. Поместье Сечина находится среди усадеб таких же сверхбогатых людей. Его дом еще не достроен, но масштабы уже грандиозные. Посмотрите, земельный участок, который вы видите, имеет площадь 3 гектара, и большая часть этого участка занята огромной будущей постройкой. Все для комфорта госслужащего. И водопровод у него наверняка имеется. Чего не скажешь о 18% населения России. По данным все того же Росстата, почти у каждой пятой семьи в доме вообще нет воды. Умываться, посуду мыть, мыться. А вот я вижу, она желтая, вы вообще ее пьете, нет? Ну, кипятим сначала, потом пьем. Особенно детям нельзя же давать. Это поселок Мостотряд в Татарстане. Домам здесь по 40 лет, но ощущение такое, что все 140. Водопровода нет, газ в баллонах, отопление печное, удобство во дворе. А еще и ни одного магазина и аптеки. Несмотря на постоянные жалобы о невыносимых условиях жизни, нога чиновника не вступала в этот забытый богом уголок цивилизации уже несколько лет. В отчаянной попытке достучаться, они, как Робинзон Крузо, оставляют сигнал бедствия на крышах. Правительству, за кого мы голосуем, кому налоги платим, непонятно за что. Как это непонятно, куда идут налоги? Этого дачи Дмитрия Медведева не видели? Все сразу становится ясно. Мы видим два дома. И так и хочется сказать, ой, да они совсем небольшие. Но не спешите. Основную резиденцию вы увидите в конце. А это задняя часть резиденции, где есть теплицы, дома прислуги и все такое. Но на самом деле, по документам, резиденция заканчивается аж вот там, на горизонте, у границы дальнего леса. А здесь мы видим две вертолетные площадки. Всего их в резиденции три штуки, как в знаменитом путинском дворце в Геленджике. Напомним, что по закону РФ, госслужащим запрещено заниматься бизнесом и получать какие-либо доходы, кроме зарплаты от государства. Историческая усадьба Миловка. 1775 года постройки. Только новенькая и отреставрированная. Домик для уточки. Поворачиваемся и видим два гостевых дома. Это у нас дом с бассейном. Общая площадь резиденции более 80 гектаров. Это почти как три Кремля. Дача эта секретная, обнесенная шестиметровым забором. Медведев туда никого не пускает, а вот жителям мост-отряда с удовольствием пригласили бы гостей в свои пенаты. Хоть с России, хоть даже с других стран. С удовольствием пригласили бы. Пусть посмотрели бы, как тут живут люди. Какая хорошая у нас Казань. И какое у нас правительство заботливое. Журналисты оценивают имение Дмитрия Медведева в 25-30 миллиардов рублей. И это, как вы понимаете, не единственная его жилплощадь. Давайте полетим в дальний угол участка. Там тоже много всего интересного. Площадь участка здесь 3,7 гектара. А общая стоимость вообще всего поместья 7 миллиардов рублей. За высоким забором скрывается приусадебная территория. Слева спортивная площадка. В центре пруд и главный дом. Его приблизительная площадь 1500 квадратных метров. Вот так шикарно живет автор самой знаменитой отмазки российского правительства. Просто денег нет. Откуда же им взяться для простого народа, если чиновникам на виллы не хватает? Коррупция – это состояние мозгов. И пока Медведев ломает голову над тем, в каком из имений спрятаться от вопросов о коррупции, жители Новоуренгоя решают задачи попроще. Здесь две скважины. Одна скважина чистая, вода бежит, но с неприятным запахом. А вторая скважина, она без запаха, но желтая. И напор такой, что если в ванной, вот на всю вода открыта. Отравиться или задохнуться – вот в чем вопрос. И это еще спасибо пусть скажут, что вообще ванна имеется. Ведь согласно Росстату, почти каждая третья семья, это около 50 миллионов человек, вовсе не имеет ванны или душа в жилище. Мы люди, мы хотим тоже жить так же, как, ну, более-менее, ну, не много, воды. Вот, я говорю, это пафосно, но 21 век, да, эти воды? Зато у главы Совфеда Валентины Матвиенко, согласно декларации о доходах за 17-й год, их десятки. В домах и квартирах общей площадью 2000 квадратных метров. А сколько еще не указано в декларации? Валентина Матвиенко, чей сын стал главным застройщиком в Санкт-Петербурге, когда она там работала губернатором. Этих проблем не понять жителям вот этого дома в Волгограде. У них сразу хитрик из коммунальных бед. Живут без воды, без газа и без отопления. Когда-то конюшня была, когда-то конюшня была. Потом вокзал был, в войну был вокзал. Потом негде людям было жить. Вот от перегородки поделали, стали, квартиры сделали. С тех послевоенных пор мало что изменилось. Газа нет, тоже баллоны у нас. Мы покупаем за свои деньги, дрова и уголь за свои деньги. Воды у нас нет зимой и летом. Но мы платим. Никто не обращает ни мать. Жилье. Пожалуй, можно смело сказать, что даже уточка Медведева живет в более комфортных условиях. Обращались геремычные волгоградцы во все инстанции, даже в наивысшую. Как же, «Единая Россия» 40 раз начались. С нее мы и начинали. Но Путин, видимо, не видит никаких проблем существования в ретро-доме. Сам ведь имеет во владении раритетную недвижимость. Но его лакшери-ретро не идет ни в какое сравнение с халупой волгоградцев. Путинская дача – это историческая достопримечательность на берегу Выборгского залива. В советские времена здесь снимали фильмы. Как все выглядят спокойно, мир. А сейчас оградили забором, как на Рублевке, и поставили КПП. А в отчетном соседстве знают все местные жители. Здесь резиденция Путина. Весь лес отдали. А людям теперь на рыбалку приехать некуда, подойти к берегу. Но для дрона пока нет преград. И имение Путина можно хорошенько разглядеть с высоты птичьего полета. Среди леса видно большое жилое здание. Это, скорее всего, дом прислуги или гостиница. Летим дальше. И сразу видно один из гостевых домов. Мы продолжаем наш полет и летим в самый дальний край острова Лодочный. Это и есть знаменитая вилла Сильгрена. По документам ее площадь относительно небольшая. 745 квадратных метров. Не президентский масштаб. Но и эту проблему решили. Разворачиваемся и сразу понимаем, что к исторической вилле достроили дополнительное крыло. В два раза больше самой виллы. Площадь всего участка даже больше знаменитого дворца Путина под Геленджиком. Перечислять имущество российского президента можно долго. Но куда интереснее посмотреть, как живут те, о ком он торжественно обещал заботиться. Ирина Сошникова живет в деревянном бараке 54-го года постройки в Демянском селе Лычково. Ремонта ни разу, ни капитального ремонта с 54-го года не было сделано. Ни текущего ремонта. Единственное, что выкачивали выгребную яму. 7 квартир из 8 в этом трэш-доме пустуют. Отопление печное, водопровода нет. Ирина Викторовна живет на сквозняке в постоянном холоде и топит печку дровами, на которые уходит половина пенсии. Фундамент весь разрушен. Фундамента фактически нет в этом доме. Какие щели. Тут я каждую зиму замерзаю. Невозможно. Целыми днями приходится топить печь. А фактически отапливаю улицу. Казалось бы, нет ничего проще, чем перекратить мучение женщины и отправить ее жить в нормальный теплый дом. Но администрация Демянского района решила сопротивляться и без суда не дает жительнице ветхого дома приемлемую квартиру или хотя бы комнату. Администрация приезжала, сказала, что визуально выдуваемость не обнаружена. Ну как же, вот ты визуально смотри, и видно же, какие огромные щели. Абсурда добавил региональный фонд капремонта. В 16-м году он решил выбросить из бюджета на этот хлам 675 тысяч рублей. Капремонт в этом бараке случился впервые за его историю. Пока перекладывали крышу, в доме пошли трещины, посыпались потолки. Поставили тут закладку, светилось небо. Настолько перекрытия гнилые, что они не выдержали вес рабочих. Вот, посмотрите, гнили. Вот из чего перекрытия состоят. Самое смешное, что и новая крыша уже течет. Я уже думаю, надо принять закон о принудительном селении. Вот администрации в такие дома. А принудительно, потому что взывать к совести, позорить их, это бесполезно. Заселять их в эти дома, тогда быстро решит эту проблему аварийного жилья. Уже 18 лет команда президента Путина трудится в поте лица. Строят шикарные дома и современные дороги для нескольких сотен россиян и их семей. Странно получается. Наша страна бедная, а ее руководитель живет в 300 раз роскошнее, чем лидеры богатых стран. Так называемые «слуги народа» в РФ купаются в роскоши. В то время как в среднем по стране доля благоустроенного жилья с водопроводом, канализацией, отоплением, горячей водой, газом или электроплитой составляет 62,7%. Маловато для 21 века, не так ли? Уже не знаю, что говорить. Уже у меня сил никаких нет. Нынешняя Россия действительно уникальное место. Ведь только здесь сохранилось крепостное право. Здесь бояре шикуют, заводят себе имение и решают важные, по их мнению, геополитические вопросы. В то время как холопы россияне выживают только ради обеспечения безбедной жизни своих господ. Денег, как известно, нет. Я это знаю.